Всем привет дорогие друзья! Вас приветствует компания RUFER, меня зовут Рыбаков Павел. Тема сегодняшнего видеоролика пароизоляция. На рынке существует три вида пароизоляционных пленок. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью, пароизоляция с относительной паропроницаемостью и пароизоляция, которая не пропускает пар. Для того, чтобы нам не мешать все в кучу, сегодня мы поговорим про пароизоляцию, которая не пропускает пар, потому что тема с пароизоляцией очень сложная. И больше всего на рынке 90% используется именно пароизоляция, которая не пропускает пар. Для чего же нужна пароизоляция? При жизнедеятельности человека, от того, что мы готовим, стираем, моемся, поливаем цветы, моем полы, образуется какое-то количество пара. Если этот пар попадает в нашу какую-то конструкцию строительную, например, у нас каркасный дом, есть каркасная стена, каркасная кровля, либо это чердачное перекрытие, туда пар попадает, то при определенной температуре и влажности этот пар будет конденсировать, соответственно, наше строительное конструкции придет кирды. Потому что пар сконденсировал, сконденсировал, например, на стропилах, сконденсировал в утеплителе, там уже, получается, будет не воздух, а вода, и, соответственно, вся наша строительная конструкция придет в негодность. Для этого, собственно говоря, умные люди придумали такой вид материала, который называется пароизоляция. То есть ее задача оградить попадание водяного пара в строительную конструкцию. Именно оградить, потому что на 100% ни одна пароизоляционная пленка не сможет справиться. Если мы возьмем какого-то качественного производителя, зайдем к ним на сайт или возьмем на рулоне, то у них обязательно есть табличка, в которой есть характеристики этого пароизоляционного материала. Например, есть еще он сделан, этот материал, его размеры, его прочность. Есть еще один показатель, обычно он обозначается буквами SD английскими, S как доллар и D. То есть он обозначает паропроницаемость или, кому как удобнее, паронепроницаемость того или иного материала. В данном случае мы разбираем пароизоляционную пленку. Например, мне очень сильно нравится немецкий производитель Delta. У них есть пленка очень крутая Delta Reflex. Соответственно, у них написано SD-150. Для того, чтобы понять, много это или мало, абсолютная паронепроницаемость это SD-1500. То есть наша крутая немецкая пленка, которая очень хорошо защищает конструкцию от пара, не дотягивает до абсолютной пароизоляции в 10 раз. Соответственно, это говорит о том, что пар в ограниченном количестве у нас все равно попадет в конструкцию. Много это или мало? Давайте попробуем и с этим вопросом разобраться. Инженеры, которые делают расчет каких-то конструкций на теплопотери, они в том числе используют такой утеплитель, как минеральная или каменная вата. И, соответственно, они смотрят на характеристики этого утеплителя. У всех производителей утеплителя есть характеристики. Обозначаются они обычно лямбдой. Например, утеплитель, который мне нравится, у Урса Пурван, у него лямбда 0,0,34. Это в идеальных условиях, это лямбда, полученная в лаборатории. В реальных условиях, так как мы знаем, что какое-то количество пара будет попадать у нас в конструкцию, будет другая. Другая примерно на 20%. Если мы все сделали, соответственно, если мы пароизоляционную пленку сделали качественную, то наш утеплитель будет на 20% холоднее. То есть, если мы к лямбде 0,0,34 прибавляем на 20%, то лямбда этого утеплителя будет 0,0,41. Соответственно, для нас с вами это практически ни о чем. Конечно, если мы не стремимся делать какие-то пассивные технологии, но с пассивными технологиями вы просто увеличиваете толщину утеплителя. Толщину минеральной или каменной ваты. К примеру, очень энергоэффективный каркасный дом, который выходит на 40 кВт-часов на квадратный метр в год. У него крыша толщиной 600 мм, стены толщиной 40 мм из минеральной ваты. С этим разобрали. Значит, то количество пара, при условии того, что мы сделали идеально пароизоляционную пленку, попадает в конструкцию. Это не страшно. Конструкция рабочая, она энергоэффективная и будет служить нам верой и правдой долгие-долгие годы. Теперь дальше идем. У всех производителей, даже не очень качественных, написано, что пароизоляционную пленку обязательно нужно проклеивать. Проклеивать все стыки между собой, проклеивать ее к стенам, какими-то клеями, лентами и так далее. Давайте разберемся с этим вопросом тоже, потому что даже на моих видеороликах были подписчики, какие-то зрители моего канала, которые писали о том, что пароизоляцию не обязательно проклеивать. Значит, есть два способа переноса водяного пара в конструкцию кровли. Есть конвективный способ и есть диффузионный. Диффузионный способ это, когда мы качественно сделали, везде все проклеивали, и водяного пара в конструкцию попадает в районе, где-то в районе 20 грамм на один квадратный метр. Есть другой способ, конвективный. Еще хочу сказать один момент вообще, почему происходит то, что пар у нас переходит куда-то. Зачем ему вообще куда-то переходить? Есть такой опыт, даже не опыт, есть такой закон, закон сообщающихся сосудов, по которому понятно, что вода стремится к равновесию. В одном из своих видеороликов про этот опыт я рассказывал, ссылку на него я оставлю в описании. Самый такой известный пример это гидроуровень. Когда что-то нам нужно выровнять, мы берем гидроуровень по этому принципу, по тому, что вода стремится к равновесию, собственно говоря, этот прибор и работает. Соответственно, мы знаем, что у нас вода стремится к равновесию, и что у нас получается в доме и на улице. Если у нас зима, у нас водяного пара в помещении будет всегда больше, чем на улице. Примерно, если у нас минус 10 на улице, в помещении у нас будет плюс 25, а влажность у нас будет где-то 50%, то примерно водяного пара в кубическом метре у нас будет 6 грамм, на улице у нас где-то будет примерно 1,5-2 грамма. Соответственно, разница в 3 раза, и пара у нас стремится к тому, чтобы уравниться. Соответственно, он у нас будет стремиться в конструкцию кровли, стены, полов. Теперь, что будет, если мы, допустим, взяли пароизоляционную пленку, сделали нахлёст и не проклеили, ну, к примеру, 1 погонный метр, то в сутки инженеры качественных производителей провели эксперименты и выяснили, что в сутки на 1 метр погоны непроклеенной пароизоляции при влажности 50% может попадать 360 грамм водяного пара. Примерно. Вы представляете, 360 грамм – это очень большое количество, это примерно как бокал пива. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы этот пар туда не попал. Сделать это можно специальными лентами, специальными клеями. У качественных производителей пароизоляционных материалов есть эти клея, есть нормальные инструкции, в которые, понятно, берёшь вот этот клей и приклеиваешь пароизоляцию, например, к металлу, к кирпичу, бетону. Любому строительному материалу. Также у них есть решение по каким-то сложным местам, например, бревно, которое у нас имеет округлость, имеет какие-то впадины, да, и нам вот в это место нужно каким-то образом приклеить эту пароизоляционную плёнку, сделать это место герметичным, для того, чтобы пар у нас не попал в нашу строительную конструкцию. Для того, чтобы вас убедить в том, что проклейка очень важна, сейчас я покажу небольшой отрывок. Недавно я ездил на одну экспертизу крыши, соответственно, там пароизоляция была, но она была не проклеена. И результат, который вы сейчас увидите, судите сами, нужно проклеивать или не нужно. Приехали на осмотр одной небольшой мансарды, проверяем какие-то локальные места, видим вот такие вот места, видно, что зона урлата не утеплена, между стропилиной и стеной есть неутеплённое тоже место. Начали делать влажные работы, из-за того, что пароизоляция не проклеена. Пошли стропилы, сейчас у нас зима, декабрь месяц, пароизоляционная плёнка вообще нигде не проклеена. И вот это место посмотреть, здесь вот видно, тоже мурлат, он не утеплён. То есть это всё будет доставлять дискомфорт потом дымовладельцу. В разное время года будут возникать различные косяки вот в этих местах. Конечно, если вы не проклеили пароизоляцию скотчами или клеями какими-либо, не факт, что у вас будут какие-то проблемы, но мы должны понимать, что когда мы что-то делаем, когда мы что-то строим, наше решение должно быть стопроцентным. Нам не нужно думать о том, вот если мы это не приклеили, вдруг у нас что-то произойдёт или что-то не произойдёт. Нам нужны только стопроцентные решения. Соответственно, чтобы получить стопроцентное решение, пароизоляционную плёнку обязательно нужно проклеивать, потому что от неё зависит дальнейшая жизнь нашего какого-то конструктивного элемента. На сегодняшний день профессиональное сообщество кровельщиков пришло к такому варианту. Москва, Московская область, если мы берём вот эту климатическую зону, то толщина утеплителя должна быть 25 см, пароизоляционная плёнка должна быть обязательно везде проклеена. Также в местах, где пароизоляция прибивается скобами, проходят специальные ленты и делается шаговая обрешётка из доски 100 на 20, лучше это сухая строганная доска, примерно шагом 30 см. Эта обрешётка является поддерживающей, эта обрешётка является дальнейшим каркасом для того, чтобы отделочники пришли и без проблем не дыряли. Пароизоляционную плёнку смогли качественно к этой обрешётке прикрутить, например, какие-нибудь подвесы от гипсокартона. Почему важно проклеивать специальным уплотнителем скобы? Недавно с институтом пассивного дома мы ездили, снимали совместный видеоролик и снимали его в разных местах. Одно из этих мест было очень энергоэффективный дом. Там мы проводили тест аэродверю, то есть это когда создаётся перепад давления, и помещение проверяется на воздухопроницаемость. И человек, который, соответственно, проводил этот тест, у него есть такой прибор, который измеряет движение воздуха. Он этот прибор брал и прикладывал к скобам, скоба, которая держит пароизоляцию. И были места, где от скобы были такие небольшие отверстия, и когда он прикладывал этот прибор, он показывал очень сильное движение воздуха. Соответственно, мы понимаем, что через это место у нас водяной пар будет стремиться на улицу, потому что, получается, место это не герметично. Воздухопроницаемость снижается в зависимости от толщины теплоизоляции. У нас вот здесь, на крыше, 60 сантиметров нейроватного утеплителя. И вот через неплотость мы видим, что у нас скорость больше 6 метров, почти 7 с лишним, то есть это практически улица. То есть по факту сопротивление ваты никакое. Поэтому не герметизированные здания, утепленные ватой, то есть никакого эффекта нормального не дают. При значительных перепадах, почти 8 метров в секунду, видите? То есть вообще жуть. Опыт показывает, что даже скобы желательно проклеят для того, чтобы получить максимальную, качественную, энергоэффективную конструкцию. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, всем удачной стройки! Субтитры сделал DimaTorzok